Я, во-первых, не вру. Я могу доказать каждое слово, которое я говорю. С последующим разоблачением ФСБ России в совершении этого преступления. То есть факта отравления не было. Не было. Не было химической травмы. Телефонное саморазоблачение одного из отравителей в разговоре с Навальным стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету Кремля, считает антифейковый проект. Теперь все те, которые публичат личные данные людей, работающих в российских спецслужбах, я думаю, будут попадать под статью. На втором месте информационная атака российских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EU vs. Dizinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость вакцинации непроверенной российской вакциной. И одновременно перестали говорить о способности западных вакцин превращать людей в обезьян, сразу после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству. Третью позицию позора авторы отдали российскому режиссеру Никите Михалкову, который в своей программе пытался выдать поддельные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательства манипуляций со стороны самих демонстрантов и был схвачен за руку российскими же журналистами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Это чистая компьютерная графика. Четвертая ступень позорной лжи досталась белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Он пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране с помощью сфабрикованных пленок беседы между якобы представителями западных спецслужб, в результате чего был осмеян. И мы перехватили интересный разговор, который я вам дам почитать, его мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Пятое место досталось пропагандисту Владимиру Соловьеву, который пытался представить аудитории бои в Нагорном Карабахе с помощью компьютерной игры с графикой невысокого качества. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать Министерство обороны РФ для иллюстрации боевых действий в Сирии. Кадры из Нагорного Карабаха, звездные войны какие-то. Это все ненормально. Шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которая с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилась найти выходки так называемых иллюминатов в провоцировании войны в Нагорном Карабахе. Причем доказательства такого вмешательства были найдены в видеоклипе «Леди Гаги». Сюрлистические персонажи встают перед желтой лентой с надписью на армянском языке. Переводится эта надпись как «Осторожность». Подобный подход используется и центральными российскими изданиями, например, газетой «Комсомольская правда», которая не устает искать мистические знаки в западных источниках, наподобие обложки журнала «The Economist». В глаза бросается то, что первое слово крупными буквами – Трамп, а самое последнее и трудно читаемое – Россия. Седьмая позорная ступень была отдана депутатам Госдумы, которые в многочисленных шоу и публичных выступлениях сами стали источником нелепых фейков, вроде датских борделей для зоофилов или утверждений, что США атакуют Россию с помощью климатического оружия. Для зоофилов в Дании пожары у нас идут, ливни в Москве, ну, а «Ком» в Вашингтонске работает. Восьмая строчка досталась представителям городской власти Санкт-Петербурга, которая под предлогом санитарных нарушений пыталась закрыть заведение под названием «Зум-кафе». Они осрамились, так как таким образом хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на «Зум-платформе», которая с заведением питания не имеет ничего общего. Всего в 2020 году информационная база EU vs. DizInfo пополнилась десятью тысячами случаев подобной бессмысленной дезинформации, порочащей только ее авторов. Мы можем смеяться над очередной ложью Лукашенко, пока не вспомним, что он является кровавым диктатором, применяет насилие против мирного протеста. Надо было остановить их! Мы можем иронизировать над российскими тезисами о западных укловодах, пока не вспомним, что за ними антисемитизм и гомофобия. Такие фейки, они будут постоянно. Мы можем улыбнуться мемом о ФСБ, который отравляет исподния Алексея Навального, пока не вспомним, что это было циничное и спланированное покушение на убийство. Рассчитывали все, все, с запасом. Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов. Их ложь и манипуляции являются частью ожесточенной атаки на демократию. Это такие платные, дешевые сливные бачки. Многие действительно увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой в нашей стране. Ведь они же особо нигде в англоязычном мире, это же не пошло. Это только у нас. У нас и на пространстве бывшего Советского Союза. Дмитрий Сергеевич, совсем короткие два вопроса. А Путин хороший человек? Да. А Путин может совершить вот все эти ужасающие преступления, которые ему приписывают? Нет. Почему в соседних странах запрещают российские телеканалы? Наверное, с тем, что в соседних странах по-другому воспринимают нас и, соответственно, позиционируют нашу страну с отрицательной точки. Ну, даже не знаю, почему. Ну, так они себя ведут некрасиво. Ну, не знаю. Мне наше телевидение нравится. Правды боятся. О себе, о нас, о наших друзьях, о наших врагах. Ну, тем не менее, мне так кажется, что большая часть того, что показывает, то, что я, насколько я вижу, знаю жизнь, показывает большая часть объективно. Может быть, что-то не так о власти, может быть, что-то не так о политике. Ну, а в целом, мне кажется, наше российское телевидение более-менее объективно. Безобразие, прямо скажу. Это, во-первых, нарушение международных конвенций по свободе печати и слова. Ну, и, во-вторых, это, конечно, говорит о узости мышления. Потому что, когда вы запрещаете, народ ищет обходные пути. У нас есть интернет, у нас есть все. Я думаю, что люди в Литве и Латвии будут смотреть наше телевидение. Наше? Да. Ну, оно же пропагандистское. Оно же неправильное. Ну, правда. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...